Похоже, между Вашингтоном и Москвой начинается новый этап холодной войны, свидетельством которой стал предельно низкий уровень доверия в отношениях между Россией и США, и недавние слова Джозефа Байдена в адрес Путина о том, что российский президент является убийцей. По мнению украинского издания Главред, лидер США не оговорился, это была достаточно выверенная реплика. Подобное обвинение в адрес первого лица, это пересечение красной линии. И Байден это сделал сознательно, полагает Главред. Такая реакция хозяина Белого дома была вызвана полученными им доказательствами о причастности российских властей к вмешательству в американские выборы, и президент заокеанской сверхдержавы полон решимости наказать Кремль за это. Так, в Газдепе говорят о новых антироссийских санкционных мерах, ухудшающих и без того шаткий уровень двусторонних связей между РФ и США. Но Москва не собирается сидеть, сложа руки, и будет наращивать уровень эскалации там, где это возможно. В частности, Россия может активизировать действия против союзников США, в число которых входит и Украина. Кроме того, российские власти могут попытаться дестабилизировать ситуацию в ЕС, в частности, ФРГ, поспособствуя уходу из политической жизни Ангелы Меркель и выдвижению на передний план дружественной Кремлю партии «зеленых». Возможно также обострение ситуации на оккупированных России территориях, в районах действия российских прокси-сил или политической агентуры Москвы. Вероятно, объявление новых персон Нон-Грата, высылка из страны дипломатов США, а также удар по иностранным агентам типа Радио Свободы.